снимаю до снимаю привет друзья собрались да привет слушайте ну конечно видите там на усах рыжинка третья роза которую мне посоветовали сделать у меня между конкретностью и символизмом почему авторский стиль потому что у ван гога например видите конкретно это его портрет конкретно гениальный ван гог у меня конечно не так я похоже рисую но у меня не было задачи конкретно себя рисовать потому что я вообще рисовать не умею я вообще когда рисую даже цвета не вижу заранее я его еще на холсте и вот на холсте ищу и поэтому у меня получается когда я найду цвет на холсте и в целом получается многослойной живописи и чем больше проб и ошибок тем богаче живописи я все когда учу рисовать я говорю ну не бойтесь ошибок вы как раз таки делайте больше ошибок больше ошибок вы их исправляет а делаете хоз богаче как жизнь тоже самое метод жизни такой через пробу ошибки через пробу ошибки и в принципе метод саморегуляции ключ там подбор упражнений тоже пробы ошибки у нас называется принцип подбора потом перебора по скорости автоматизации начатого действия да то есть по скорости перехода в ритм где ты тратишь на что-то меньше энергии все идет по закону сохранения энергии и вот я там в прошлом своем выступлении встречи с вами я написал что естественный отбор выживаемости эволюции методом проба ошибок шел путем наименьшего сопротивления по типу вода дырочку найдется сохранение генетики наиболее выживаемых качеств и в конечном итоге образование человека с его вечными общечеловеческими ценностями именно потому как любовь сопереживание чувство бесценности живого способность к сотрудничеству и созданию нового это то про что сказал как раз таки ричард бах это не звезды вечные это мы вечны ну да человек наиболее выживаемое существо на планете и поэтому не может погибнуть как погибли погибли динозавры мамонты что там произошел какой-то маленький такой вакапа апокалипсис маленький такой но это же самое было но и в ковчег да но для человека сохраняется потому что отличается даже от искусственного интеллекта который сейчас может бурно развиваться даже со способностью к самоорганизации все равно роботы не умеют делать открытие это только человек может именно способностью любиться переживать чувствовать бесценности живого и созидать новое как раз таки мы можем быть вечными и вот коронавирус сейчас обнаружил все дыры в этой системе в той парадигме социально-экономического устройства жизни дыры все обнаружились обнаружилось что ну там цинизм этот который мешал людям правильно ими руководить чтобы там защиту сделать во многих городах чиновники не так себя вели чтобы там просто статистику сделать закрывали глаза ну короче говоря все обнаруживается все становится прозрачным и и вот сам стресс тоже вот у человека возникает потому что не все дыры так сказать но они обнаруживаются как раз я использую стресс-тест чтобы понять человек зажат или не зажат чтобы проявить что ему нужно снять лишнее напряжение открыть способность созидать сейчас или он уже может что-то делать то ключевой стресс-тест ну там много чего вот у нас есть новые парадигмы например потому что у школы человек будущего у нас новые парадигмы внимания например во время выполнения упражнений будь то физкультурные будь то йога или цигуны любые другие методы там внимание ошибочно закорачивается на качестве выполняемых упражнений правильно руку держишь или неправильно руку держишь а у нас внимание на направлено новая парадигма на то что тебе волнует ты делаю упражнение думает о том что тебе волнует и тогда ты будешь согласен со своей собственной природой и ты подбираешь по принципу подбора путем перебора как и в эволюции от неживого рождалось живое растение там потом это животные потом появился человек по этой же собственно схеме короче говоря красивый да красиво гениальный ван гог гениальный ван гог но у меня тоже хороший поведете ли там три розы как вы мне посоветовали поэтому вы мне там советы пишите и спорте со мной дискутируйте этом поздравили 36 тысяч подписчиков ну давайте будем писать комменты писать вопросы ставить лайки чтобы школа расширялась потому что я скоро выдам новую парадигму генератора образа будущего вообще нету на планете сегодня это такой школы как у нас тоже нету на планете потому что мы занимаемся вычислением какими качествами и способностями будет обладать человек будущего и уже сегодня у себя их начинаем культивировать то есть мы на правильном пути стоим на правильном пути стоим и скоро будет генератор образа будущего именно через россию на международной платформе я сейчас опубликую федор макаров сейчас там редактирует мы опубликуем как сохранить разум на планете да как чтобы все были здоровы и счастливы и потому что образ идеалы из этого невозможно потому что у человека только есть способность мечтать и планировать у животных этого же нету правда у них есть выживаемость но у них нет созидаемости то есть они не могут вот моменты вымерли а вот человек не вымерет потому что он думает о созидании но всегда вот какая-то происходит ситуация катастрофа или счетчик он все равно что-то придумает да это хорошо и вот послушайте этот генератор образа будущего будет как раз таки синхронизировать в поиски решения ментальности культур запада и востока то о чем давно мечтали эрихи и бердяевы флоренский ну то это вот это будет как раз таки сегодня почему раньше было нельзя интернета не было а есть задачи которые невозможно решить не соединившись всему человечеству вот как карди коронавирус или куда девать ядерные отходы или еще чего-то куда мусор вообще девать это такого уровня задачи где требуется как раз таки включение всего человечества вот такого включателя такого генератора тоже не было это наша школа человек будущего это мы сделаем сейчас я опубликую будет потом дискуссия большая надел журналистов будут писать потому что всем уже надоели эти парадигмы старые а это свежая идея свежая идея да как раз наша школа в будущем и мы как раз даем эти свежие идеи поэтому расширяйте школу лайки ставьте комменты пишите вопросы пишите и теперь я хочу в конце сказать насчет давно обещал чем ошибка была великого бутейка очень хороший метод но гениальный метод работает очень хорошо работает но ошибка заключалась в том что неправильно описал механизм он сказал что кислород а на самом деле горит уголь кислород 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 кислородам нужно культивировать в этом ошибка но но не могут против врачи просить ему поругание кислородной подушки но миллионов людей спасла кислородная подушка а в чем там было дело когда я бы только показал как руки расходятся на рефлексии человек выходит на это состояние он попробовал играет дыхание стало как надо а он то знак как надо так дело то в том что когда люди пытаются блокировать дыхание по методу бутылька у них тоже наступает это же самое состояние но когда был сильный стресс было напряжение они вот блокируют блокируют дыхание блокируют дыхание блокируют дыхание ну или как то по-другому называется у него неважно я сейчас говорю о механизме и выходит раз на состояние в этом состоянии как раз таки и происходит что те порции кислорода которые в клетках мозга есть становятся избыточно достаточными да они потому что там как раз кислород помогает а не углекислый газ углекислый газ свою роль играет но у него там было в теории что повернуть все внимание на 80 градусов и будет по-новому нет нет методика гениальная совершенно мы с ним сразу поняли друг друга он говорит вот это надо давать тем у кого блоки блокад дыхание не получается я говорю почему надо надо всем давать я вам еще проще скажу и метод стрельниковые там и много других методов дыхательных упражнений они все на там построены ты когда этим занимаешься ты выходишь из стресса где много кислорода потребляется потому что стресс выжигает весь кислород там не хватает питания надо решить вопрос стресс неопределенность от этого вышел в трансовое состояние транс это безграничность и там другая совершенно система организации психических физиологических процессов там нет конкуренции доминанта в трансе одна доминанта на либо негативный либо позитивно но всегда каждый следующий момент одна ну смотрите у меня стрессу сайт и там есть новая модель работы мозга ну хорошо хорошо давайте до встречи самое главное метод подбора путем перебора в ключе когда ты подбираешь что что проще то что легче ты как раз таки приходишь себе потому что к своему конструкции своей личности это индивидуальный подход в массовом обучении это то дополнение которое было необходимо я хочу сказать что она же происходит и в эволюции и в обучении все происходит по закону сохранения энергии процессы протекают так что ты ищешь как сделать работу легче на самом деле так и ты несколько раз повторяешь то что не получается ты развиваешь себя исполнительность ты развиваешь у себя настойчивость а чтобы развивать творчество и качество надо искать то что получается и отбрасывать то что не получается это две разные задачи но мы еще об этом поговорим и скоро у нас будет вебинар мы будем обучать девушек удачно выйти замуж и чтобы семья была крепкая и родить более здоровых детей чтобы они не подвергались не таким стрессом и вирусом да и чтобы могли помириться с кем поссорились еще и чтобы правильно выбрать друзей потому что на самом деле я смотрю у меня очень много очень много друзей и потом я смотрю вот некоторые друзья очень близкие с которыми ты постоянно чай пил постоянно говорил о чем-то они же оказывается на некоторые не нет если выдающийся выдающийся а что я так люблю а есть такие которые рядом с тобой были они кажется тебе все палки под колеса и ставили не потому что они злые нет под дури своей они попал прям со своему они думали что они хорошо делают они думали я их уговаривал мне не так надо вот так надо него не слышно но бывает бывает в жизни все бывает до встречи друзья